Батюшка, где обитает душа людей, которые находятся в коме и в недвижимом состоянии? Ведь они годами лежат, и у них нет возможности исповедоваться и причащаться. И чем можно помочь им? Ну, где она обитает, это, скорее всего, в теле. Вот, а чем можно помочь? Ну, обычно говорят, что полезно с этими людьми вообще разговаривать. Брать их за руку. Вот такие вещи, они как бы способствуют их такому воскрешению. То есть, хоть человек и не может отреагировать на такое прикосновение, но... Да, у меня был такой опыт. Я даже, по-моему, рассказывал как-то. В 2 часа ночи приехал к одной нашей прихожанке. Она не только была в коме, она была в агонии. То есть, умираешь. Я несколько раз присутствовал при кончине людей, вот, уже агонизирующих. И я с ней поговорил. Я говорю, Лена, если ты меня слышишь, подними руку. Она подняла. Я говорю, опусти, теперь подними другую. И она тоже. Находясь в агонии. Не просто в коме. А уже вот предсмертные вот такие хрипы. Но врачи знают, что это агония. Сейчас современный человек уже этого как бы... С этим не встречается. Это происходит обычно в реанимации такие явления. И то их можно снять медикаментозно. Вот. Вот, пожалуйста. Все слышала, все понимала. Поэтому я ее и по собору, и причастил. Такой маленькой-маленькой частичкой. Вот к утру она померла. Царство небесное. Редактор субтитров А.Семкин